Такого не было. Ольга, а вы нам какой-нибудь лайфхак, как это принято говорить, продемонстрируйте? Да, я вам покажу несколько легких причесок. Вам для этого нужен, как минимум, я понимаю, стул и модель, так? Да. Стул и модель в студию, пожалуйста. Мы заранее уже немножко подготовили волосы. Мы их накрутили все в одну сторону. Первая прическа — это будет у нас хвост, так как на своем опыте я знаю, что когда делаешь хвост к тебе, он немного сползает. Поэтому я покажу, как его закрепить, чтобы ничего никуда не делось. Оставим пару прядей у лица. Хвост у основания будет гладкий, и за счет того, что волосы уже ранее были накручены, они дадут такой пышный, красивый эффект. Собираем все волосы. Немного закрепим их лаком, чтобы пригладить его. Все пушки прочешем и закрепим. В прихмерском искусстве мы как таковыми резинками не пользуемся. У нас есть отдельное приспособление. Не всегда оно очень нравится гостям нашим. Но за счет того, что выполнено оно из канцелярской резинки и невидимки, хвост никуда не денется за весь день. Красота! Также, чтобы у нас не было такой некрасивой картины, мы возьмем маленькую прядку, сбрызнем ее также лаком и просто обернем. Тогда хвост будет выглядеть более красиво, более дорого. Никто не узнает, что у нас была там канцелярская резинка. И вот такая одна из причесок у нас может получиться. Также, если не хочется распущенные волосы, мы можем быстро их собрать наверх. Для этого я возьму шпильку. И сделаем достаточно модное в последнее время прическа. Это восьмерка. То есть мы просто возьмем хвост и обернем. Это будет уже собранный вариант. Закрепим ее всеми возможными способами, чтобы никуда не делось. Сейчас, мне кажется, очень удобное время, потому что легкая небрежность в прическах приветствуется. Да. То есть не вылизанная, как раньше, такой как бы кокон на голове. И при этом это, когда делается профессиональными руками, конечно, она держится долго и смотрится естественно. Да, в этом есть шик. Сделаем немножко небрежности. Да, да, да. Мы можем также вытаскивать прядки, делать их в какую-то сторону, укладывать их. И уже у нас есть пучок. Что-то похоже на ракушку, но... Уже вечерняя прическа. Уже вечерняя. Достаточно быстро и легко. Здорово. Спасибо, все чудесно и очень красиво. Спасибо. Наталья, чем вы гордитесь? Ну, во-первых, мы уже более 10 лет входим в 100 лучших образовательных учреждений города. В этом году мы вошли в топ-20. Я хочу сказать, что безумно горжусь нашим преподавательским составом. Я горжусь нашими выпускниками. У нас на данный момент вот таких сильных 8 выпускников, которые уже работают. Три из них стали экспертами чемпионата Обилимпикс, главными экспертами. Один из них главный эксперт конкурса профессионалы. Мы, наверное, конечно же горжусь нашими студентами, их успехами. Потому что та воспитательная работа, мы ведь готовим не только профессионалов. Да, самое главное подготовить, наверное, гражданина. Поэтому здесь идет мощная воспитательная работа. У нас ребята участвуют и движение первых, и волонтерское движение. Мы стараемся задействовать каждого учащегося. Поэтому я горжусь тем, что я причастна к системе среднего профессионального образования. И тем, что все-таки сейчас она настолько изменилась и изменяется, да, и улучшается. И это отмечают работодатели, это отмечают родители, это отмечают наши выпускники, наши студенты. Поэтому есть чем гордиться бесконечно. И как часто бывает, что человек освоил профессию, получил диплом, а в профессию не пошел? Вы следите вообще за своими выпускниками? Такое ведь тоже случается? Конечно. Мы три года наблюдаем за нашими студентами, мы с ними общаемся. После окончания? После окончания, да, у нас есть центр карьеры, у нас сотрудники работают, психологи. Мы помогаем, если на выпуске ребенок не смог определиться, да, выпускник, куда он хочет пойти. У нас есть ярмарки, вакансии. Мы приглашаем большое количество работодателей уже на базу колледжа. Они приходят, рассказывают, куда можно дальше пойти, какую можно дополнительную компетенцию получить. Ну и хотелось бы сейчас вот сказать, что буквально за последний год программа переработана таким образом, что получая одну специальность или профессию, ты еще получаешь дополнительно две-три других. И ты становишься таким мультиспециалистом, поэтому у тебя уже больше возможностей пойти в разные области работы. Огромное вам спасибо за ваш рассказ. Так приятно видеть в студии красивых, улеченных людей. Огромное вам спасибо. А мы после рекламы проложим разговор о колледжах в Москве.